День добрый! На связи М.Кабацкий! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и конечно же замечательную игру. Игру, давным-давно успевшую стать культовой под названием Grand Fifth Auto San Andreas. И это, мои дорогие друзья, у нас уже с вами постполюбилейная 66-я часть. Ну что, мои друзья, вы готовы продолжить? И я готов. Погнали! Ну что, Сан-Фьерро манит, да? Сан-Фьерро, да? Как там это звонил? Карл, как тебе Сан-Фьерро, да? Ну что, на миссию, да? Деконструкция. Ну а вообще-то она реально похожа на шлюху. Наведи шорох в строительной фирме. Разрушь все сборные домики и убей бригадира. Строительные машины помогут разрушить домики. Разрушь все домики, тебе понадобится бульдозер. Окей, да без проблем. А, окей, всем похрен. Остался уже 5 домиков. Ну вы и что, дебилы, не понимаете? У меня пистоли-панки. Ничего не помогло, серьёзно. О, денежки. Нет, эти идиоты реально хотят что-то с нами сделать. Ну давайте на эту машину пройдемся. Что еще, патрон тратить буду? У нас нет денег. Осторожно, не... За день в бочке сгоришь. Уже сколько потянуешь? Осталось сразу же 4 ребенка. Угу. Три. Два. И один. А, вон вижу. Угу, обратненько. Её. Не критично. Что это за длинный клетчат? Ха-ха-ха-ха. Нормально, да? Солкни передвижной туалет в яму. Затем залей его цементом. Какие вы жестокие. Залей бетоном бригадир вместе с его сортиром. Блин, это будет жестоко. Так. Куда нам А? А, вижу. Этому идиоту надо намекнуть, что не надо лезть, да? Иди сюда. Иди. Всё, успокоился. Такс. О, господи, нет! Хе-хе. Да, не завидую ему. О, господи, я не могу. Всё, ещё гады мешают. Чё? О, господи, это уничтожено. Там интересная фраза, когда вы толкаете, давайте ещё потолкаем. О, господи, это уничтожено. Там была фраза, типа, что-то типа, о, боже, нет, это кукуруза. Ну, короче, он там в сортире, и мы сортир толкаем. Ну, как бы вам сказать помягче. Он весь в дерьме, короче. Не завидуем. Да, жестокая смерть. Мало того, что в дерьме и заваляли. Так ещё и заварили насмерть. Там же ты будешь долго умирать, пока от голода... Нет, пока кислород их, наверное, не кончится. Может, кислород их проходит. Проедет на заднем ходу к яме. Уже пистолеты появились, откуда-то у них. Не знаю, откуда. Ну, ладно. Хорошим, чтобы прострелили. Ну, ладно. Да, не завидую чуваку. Не, наверное, всё-таки воздух не пройдёт, наверное. Но он умрёт от нехватки воздуха. Но меньше он улучшится будет. Потому что, по-моему, слишком жестоко. Миссия пройдена! Нас даже уважать за это не стали. Кстати, может быть, нам уважение не даёт, потому что у нас уважение на максимум, и поэтому к нам не плюсуются. Так, ну что, миссия была короткая, мы с ней справились. Это хорошо. Это не может не радовать, согласитесь. Так, знаете, сохранимся. Так, ну что, мои дорогие друзья, на связи был... Дом, там. Я люблю Лос-Безрори. Да, что? Се, ман, это Джетро, дудо. Ай, Джетро, что дела? Ну, я был разговариваю, и, ну, не ошибаюсь, дудо. Я имею, ты один из-за того, как и с водой, дудо, когда это касается водки, дудо. Но, Джетро, он сказал нам сколько машин ты получил, дудо. И мне и Дуэйн были как, что-то, дудо. Что ты делаешь, Джетро? Нет, 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 нет. Дудо, Джетро, что там есть в адванс-драйвинг-школе, как, просто в дороге, в гараж, как в Дороди. Драйвинг-школе. Ман, это точно, что ты делаешь, дудо? Нет, 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 это была идея Дуэйна. Я думаю, что ты, знаешь, круто и что-то. Я лучше пойду, Си-Джей, я увидел тебя позже. Но об автошколе мы будем говорить в другую часть, знаете, что, сохранимся, а с лифоном звонок был. Такс, ну что, мои дорогие друзья, на связи был Эм Кабацкий. И мы сегодня сами вновь продолжили играть в интересную, прекрасную, замечательную игру. Довольно успешно стать культом под названием Гранд Февтато. Сан-Андрес, и что мы с вами достигли? Ну, пока мы тут своими делишками в гараже занимались, пытались его выводить в порядок, да. Кендал такая рассерженная приходится, типа на неё наезжают, быкуют. Не, ну она реально одета, как проститутка. И Свит ей об этом говорит, и, в принципе, и Йети. Да это понятно, что дело, что она выглядит как проститутка. Не, ну а что, подевался бы по-другому, никаких вопросов не было. Она в лифчике ходит по улице беспально, да, учитывая, что это Сан-Фера, всё-таки не Лос-Сантос. Так-то, да. Но не суть. Не суть, хрен с ней. По сути дела, Сиджи, я так понял, что использовал хороший предлог, чтобы убить двух зайцев поднимыслов. На самом деле, не такой он, может быть, придурковатый, как это кажется на первый взгляд. Я про что, сейчас кумеку, про что вам говорю. Смотрите, у нас есть гараж, да, заброшен, из него можно сделать какую-то конфетку. А тут есть территория, ну, скажем так, занятая строительными всякими делами, да, тут ведут стройка. Ну и, в принципе, раз у них-то, в принципе, со строителями отношения не пошли, раз они на неё наезжают, да, там, наверное, какие-то услуги предлагают сделать, и, да, за какую-то плату, но не суть. То очень мудро, да, он сказал, да, как раз хороший, у меня были планы расширить территорию, в принципе, выбить отсюда стройку, и потом всем этим имуществом тоже завладеть, чтобы мы владели не просто вот тем вот маленьким гаражиком, ну, относительно, да, а всей вот этой вот территории. И тут можно будет уйти нечто гораздо больше, чем просто вот такой вот гаражик, согласись. Плюс, учитывая, что тут деконструкция идёт, снос всех построек, да, то эту землю можно ещё и за бесценок, а то или, как бы, чуть ли не бесплатно получить. Довольно выгодно, я считаю. Так что, я лично как считаю, что Карл просто использует это как предлог, ну, если у него мозги есть, а не просто, что она предлога, её назвали проституткой, что-то, с ней сказали, что она выглядит как проститутка, потому что она реально выглядит как проститутка, да? Ну, серьёзно, при всём уважении к Кендалу, она реально одевается соответствующим образом. Хотя, заметьте, никто не говорит, что она проститутка. Ну, я не говорю, что она проститутка, но одевается она как проститутка, реально. Так вот, ну и мы, соответственно, всё это выполнили. Прошли эту миссию, это задание, да. Захватываем... Ой, его, по-моему, сломали. Ну ладно, мы всё равно сохраняться не будем. Так что мы выбили отсюда строителей. Стройка в итоге заброшена, разгромлена, да. Бригадир вообще ни за что, по сути дела, жестоко похоронен. Это очень жестоко, я считаю. Лучше бы новому пулю в голову вставил. Ладно, он ещё... Ну вообще, это очень унизительно. Мало того, что вас в говне изваляли, причём в своём же собственном, в частности. И не только в говне, но и в санье. Так вас ещё и замуровали бетоном там. Ну, блин. Хорошо, что хоть умрёт, он, наверное, скорее всего от нехватки воздуха. Он уже, наверное, скопытился, я надеюсь. Потому что если он будет умирать там от жажды или ещё чего-то, то это будет очень долго. И это будет очень жестоко. Поймите меня правильно. Ну это реально... Он никто не заслужит такой смерти. Значит, бандитов, тех же баллов он просто расстреливает, да. Обычного этого бригадира ни за что. Хотя он, может быть, сам-то во всём этом не участвовал, берёт так жестоко хорошее. Но, тем не менее. Так, слушай... А, ну и позвонил нам Джетро. Сказал, что есть автошкола. У нас появились в миссии автошколы. Видите, СК появился на карте, да? Можно будет пройти автошколу, и мы в одной из следующих частей её обязательно пройдём. Нам просто нужны деньги сейчас. Так, ну что, мои дорогие друзья, на связи был М. Кабацкий. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео на нашем с вами старом, добром, консервативном канале. Всем пока!